Рада приветствовать вас на своем канале. В предыдущем видео мы с вами связали вот такую замечательную шапочку чулок лицевой гладью. К ней же я вам сегодня предлагаю связать вот такое очень простое выполнение снуди, который чередуется лицевой гладью. Это основной узорчик шапочки. И вот такими вот дырчатым узором, полосочками. Снуд достаточно красиво смотрится на горлышке. При этом его можно связать абсолютно на любой размерчик. Я опиралась на окружность головы. Его можно связать немножечко пошире, для того чтобы он одевался за капюшончик. Тогда вы добавляете к окружности головы 2-3 см и соответственно можете связать повыше трубу. У меня 23 см, так как я вязала на девочку небольшого возраста. Если же вы вяжете более на взрослого человека, допустим на женщину, то соответственно можете сделать повыше. Тогда у вас труба будет спускаться большими, скажем, волнами и большим их количеством, плотно закрывая шею. И при этом достаточно красиво будет смотреться более пышнее. Вот. Я связала на высоту в 23 см и в полуобхвате он у меня 25 см. Это на окружность головы 50-52 см. Кому понравилось, присоединяйтесь. На данный размер у меня ушло всего лишь полмоточка данной пряжи. И, конечно же, кто не связал еще шапочку, ссылочку на шапочку я оставлю ниже под этим видео. И приступаем к вязанию снуда. Для вязания снуда, как и шапочки, я буду использовать пряжи фирмы Ланоса серия называется Минти. Здесь 315 метров 100 граммов. Более подробно о данной пряже есть отдельное видео. Ссылочку оставлю ниже в описании под этим видео. Это 100%, но достаточно мягкий и приятный на ощупь акрил. Под него я буду использовать спицы номер 3,5 на коротеньком тросике. Можете воспользоваться номером 4. В принципе, тоже будет вполне достаточно и в меру плотное вязание. Также нам понадобится иголочка для заправки краешка ниточек и ножнички. Для начала нам нужно определиться, сколько же петелек нужно набрать для данной окружности снуда. У меня обхват головы 50 см, соответственно, на обхват головы 50 см я и буду делать снудик. Если вы хотите размер снудика за капюшончик, то, соответственно, добавляйте пару сантиметров для того, чтобы ребенку не давило в шею. Плотность моего вязания составляет 2,2 петли в одном сантиметре. Как я это узнала? Я связала небольшой образец лицевой глади и измерила, сколько петелек у меня вместилось в 10 см по ширине. 22 петли я делю на 10 см, соответственно, 2,2 петли в одном сантиметре. Умножаю на окружность головы 50 см на 2,2 петли в одном сантиметре и получаю 110 петель. То есть 110 петелек мне нужно набрать на данный снуд. Также плюс, если вы хотите добавлять сантиметры, соответственно, добавляете столько сантиметров и то количество петель, которое вам нужно. То есть 2-3 сантиметра. Я буду делать по окружности головы, так как шея уже, скажем, чем обхват головы. И снуд у меня, скажем так, трубой, то я буду делать именно по окружности. Плюс к 110 петелькам нам нужно набрать одну свободную петельку для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Начальные 2 петли я набираю на одну спицу для того, чтобы не были растянутые крайние петельки. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 109 петель. После того, как петельки набраны, мы достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух вот этих петелек. И далее мы должны замкнуть вязание в круг. При этом нам нужно повернуть таким образом спицы, чтобы в правой руке у нас оказалась рабочая спица, на которой петельки. А в левой руке вот эта спица, на которой начальные две петельки. И подтягиваем к краю спиц, к острым краям спиц, вот так вот петельки. Далее у нас получается, что замкнулись первая и последняя набранные рабочие петельки. Мы к последней набранной рабочей петле переносим первую петельку. Вот так. Далее последнюю петлю перекидываем на первую и спускаем полностью со спицы эту, скажем так, лишнюю петельку. Она у нас оказалась между первой и второй набранной петлей. Обратно возвращаем петельку ко второй на место и подтягиваем коротенький хвостик наборочной косички на себя, рабочую ниточку от себя. И обратите внимание, что вот эта лишняя 111 петля у нас сократилась и осталось 110 рабочих петель, которые нам нужны для окружности, скажем так, данного снуда. Плюс число петель у нас четное. Это очень важно знать, потому что для рапорта вязания узора, который мы будем вязать снудик, нужно четное количество, то есть то число, которое делится четко на 2. И плюс при замыкании в круг, обратите внимание, что у нас не перекрученная наборочная косичка, так как если она у нас будет перекрученная, вязание у вас пойдет восьмерочкой и придется его перевязывать. Далее вот этот коротенький хвостик мы отправляем к рабочей ниточке и первые несколько петелек мы провяжем за 2 ниточки, для того, чтобы, скажем, завязать вот этот коротенький хвостик ниточки и его не пришлось в дальнейшем прятать. Мы его просто потом отрежем. Первый ряд и последующие 5 рядочков у нас должны будут вязаться просто лицевой гладью, соответственно, все петельки вяжем лицевые. Первые несколько петель я вяжу за 2 ниточки, затем бросаю коротенький хвостик ниточки и продолжаю вязать лишь только рабочей нитью от мотка. Это у нас вяжется так первый ряд лицевыми петельками, второй ряд, третий, четвертый и пятый. Будьте внимательны при вязании второго ряда, когда будете провязывать начало ряда там, где у нас двойная ниточка, чтобы вы не поделили петельки на две части. И плюс, пока вы видите порожек перехода ряда, скажем так, начала и конца, можете здесь повесить маркер для того, чтобы вы видели, где у вас начало конец ряда. Это для вязания лицевой глади. Когда вы свяжете дальнейшие, скажем, ряды узора, то этот перепад будет четко видно, скажем так, у вас будет такой вот небольшой, скажем так, шовчик, но мягкий, и будет видно переход из ряда в ряд. Если хотите, можете этого не делать, так как вот она у нас ниточка. Когда возвращаясь на, допустим, вот как у меня, 6-7 петелек провязано назад, у нас и есть начало конец ряда. А пока вяжем дальше лицевую гладь 5 рядочков. Связали 5 рядочков, и у нас получился вот такой вот завернутый краешек, такой же, как я вязала на шапочке. Хотите, можете этот краешек заменить на резиночку 1х1, чередование лицевая-изнаночная, либо же 2х2, если хотите, чтобы у вас, скажем, был более ровный край, а не отворотный, как у меня сейчас получается. Далее, 5 рядочков позади лицевой глади, 6-й ряд вяжем просто изнаночными петлями, то есть все петельки, начиная с первой петли ряда, вяжем изнаночными до конца этого ряда. 6-й ряд вязан до конца, и если вы посмотрите, у нас получилась вот такая разделительная полосочка, состоящая из одного изнаночного ряда. И по изнаночному ряду у нас видно как раз-таки, где начало, где конец ряда, в дальнейшем это и будет, скажем так, разделительная полосочка рядочков. Далее 2 ряда, 7-й и 8-й, нам нужно также продолжить вязать лицевыми петельками, причем первый ряд после изнаночного лицевые петли я буду вязать за дальнюю стеночку, для того, чтобы красиво повернуть петельки и не провязывать их скрещенными. Этот ряд довязываем до конца лицевыми петлями, и еще один 8-й ряд. В 9-м ряду мы будем провязывать попарно каждые 2 петельки. Провязываем 1-ю и 2-ю, заводя за вторую петельку за передней стеночки 2 вместе 1 лицевой. Далее, для того, чтобы количество петель в ряду не уменьшалось, мы делаем накид. Снова 3-ю и 4-ю провязываем вместе 1 лицевой и делаем после убавления накид. 5-ю и 6-ю провязываем вместе лицевой и делаем накид. Далее, каждую последующую попарно провязываем 2 петельки лицевой и накид. То есть, чередуем убавления накид, убавления накид до конца ряда. Количество петель в ряду должно оставаться неизменным. Сделав последнее убавление в ряду и перед первым убавлением в начале ряда, не забудьте сделать накид, для того, чтобы получилось четное количество петель, как и было изначально. Далее, последующие 2 ряда, 10-й и 11-й ряд, мы провязываем просто лицевыми петлями. Над убавлением провязываем лицевую и над накидом провязываем лицевую. При этом, накид не перекрещенной петлей провязываем, а просто захватываем за полупетельку, для того, чтобы получилась вот такая дырочка. Итак, провязываем до конца этот ряд 10-й лицевыми петлями и следующий 11-й ряд также лицевыми петлями. 12-й ряд это завершающий ряд рапорта, и это у нас разделительная вот такая полосочка, как в 6-м ряду. Соответственно, 12-й ряд мы провязываем все петли изнаночные, от начала до конца этого ряда. Довязав до конца 12-й ряд, мы закончили первый рапорт узора. И теперь, начиная с 13-го ряда, мы повторяем с первого ряда. Всегда будут чередоваться вот эти 12 рядочков. Это 5 рядочков лицевой глади, 1 разделительная полосочка ряда изнаночных петелечек. Затем снова 5 рядочков лицевой глади, но в центральном 9-м ряду, то есть, если начинать от начала рапорта узора, у нас будет провязываться попарно каждые 2 петельки, чередуя с накидом. Затем снова завершающие от центра 2 ряда лицевой глади, получается снова вот такая полосочка из 5 рядочков. И снова завершающая разделительная полосочка изнаночных петелек. Вот эти, скажем, 2 ряда с разделительными полосочками лицевой глади, чередуя ровной полосочкой и полосочкой с дырочками, и будет состоять наш снуд. Я буду вязать на высоту где-то 23 до 25 сантиметров, этого размера вполне достаточно для детского снудика. Если вы вяжете на взрослого, соответственно, делайте глубину трубы, насколько вы хотите, чтобы она была, скажем так, пышная, когда будете одевать ее на горлышко. Вот, если вы делали здесь вначале резиночку вместо лицевой глади, то, соответственно, делайте резиночку, а затем начинаете либо с момента лицевой глади, либо с полу рапорта второй части, там, где у нас дырочки. То есть вместо лицевой глади резиночка, затем полосочка с дырочками, затем лицевая полосочка, то есть как бы рапорт смещаете наполовинку. Вот, все, продолжаем вязать до нужной длины снудика. Итак, я закончила вязать высоту, у меня получилось высоту полных 7 рапортов. Мы с вами связали первый, затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Я начала уже вязать начало восьмого рапорта, но при этом связала только лишь не 5 рядочков лицевой глади, а 4, как мы с вами вязали в начале, как бы первую половину рапорта. Теперь мы берем на пятом ряду и закрываем наши петельки, для того, чтобы у нас получился вот такой край, как был вот здесь вот в начале вязания. Если же вы вязали, заменив его на резиночку, соответственно, здесь вам нужно будет вместо вот этих 4 рядочков лицевой глади связать резиночку. Закрывать я буду самым обычным и удобным для себя способом. Это провязывать лицевыми петельками, а далее перекидывать просто петлю предыдущую, связанную на каждую последующую. Также буду провязывать их вот так вот лицевыми петельками, как бы одновременно я вяжу, получается, пятый ряд лицевой глади, но при этом делаю закрытие петелек, имитируя этим, скажем, как бы наборочный край и провязывание пятого ряда, как мы делали с вами в начале. И у нас получится размер вот здесь вот, скажем так, провязанного начального края равен размеру провязывания окончательного вот здесь вот ряда закрытия и края закругленного. Вот и так далее. Я провязываю каждую последующую лицевую петлю и на нее перекидываю предыдущую провязанную петлю. И вот так вот, вот так вот закрываю до самого конца ряда. И когда у нас остается всего лишь одна рабочая петелька, мы берем, захватываем за две полупетли первой петельки убавления и делаем, как бы, еще через них одну лицевую петлю, через которую протаскиваем вот эту, скажем так, последнюю. Вот. И далее у нас остается лишь только отрезать вот эту ниточку и спрятать хвостик, зафиксировав вот эту последнюю петельку. Ряд у нас замкнулся, при этом достаточно свободно получилось закрытие, как и наборочный край. Если вам этого недостаточно, то есть недостаточно он у вас эластичный этот край, то можете закрывать, чередуя через накид. То есть провязывать точно так же все петельки лицевые, но сначала делаете накид, провязываете лицевую и перекидываете на петлю сначала накид, а затем уже лицевую. Тогда у вас край будет более эластичным и более свободным, чем вот этот. Но мне вот этого края достаточно, при том, что он завернулся, посмотрите, точно так же, как и в начале. Вот так вот закругленный, так и в конце. Теперь нам остается вот эту ниточку отрезать. Я вдеваю ниточку в иголочку для того, чтобы мне проще было запрятать вот этот хвостик. Вот. И затем я сейчас запрячу хвостик таким образом, чтобы у меня получился непрерывный краешек. Вот смотрите, мы провязали с вами лицевую. Я, как бы, получается, сейчас продеваю сквозь последнюю петельку снизу, вот, и возвращаюсь, как бы, вот сюда обратно в петлю. Вот у меня получилась, как бы, непрерывная косичка. Здесь я фиксирую с внутренней стороны, с изнаночной ниточку, либо же хотите, можете вытащить на лицевую сторону, так как у нас край сейчас заворачивается во внутреннюю сторону. И здесь можете фиксировать ниточку по ходу, скажем так, лицевой косички. Можете завязать узелочек, если вам так удобнее будет. Вот. И прячем по ходу того, как ложится косичка. Вот, посмотрите, я спрятала хвостик, его не видно, и при этом он идет на внутреннюю сторону. Все. Здесь мы хвостик просто ниточки отрезаем, далее проводим ВТО нашему снуду. Вот. Хотите, по желанию, можете постирать, отпарить, но смотрите, не гладьте, потому что, если пляжа акриловая, то она может у вас хорошо деформироваться. Вот. И все. Кто еще не связал шапочку под данный снудик, можете связать. Ссылочку я на шапочку оставлю ниже в описании под этим видео. Далее всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!